Всем привет! Я недавно вернулся из путешествия по Сибири, заехал к маме в Красноярск. Всем красноярцам привет! Друзья, город развивается вообще, прям Красноярск летом. Это великолепие какое-то. Я еще хочу вернуться осенью, обязательно вернусь туда. Так вот, я побывал у мамы на даче, посмотрел, как растут огурцы. И я просто каждый день рвал огурцы и делал минутку, засолку, вы знаете. Я вот сейчас покажу вам. То есть нужно взять, у меня, конечно, не мамины огурцы, мамины гораздо вкуснее. Но нужно нарезать тоненькими пятачками такое количество, которое вы сможете осилить за два раза. Опа! Кому-то досталось. Дуся с Алисой в отпуске в Петербурге. Поэтому они бы сейчас, Алиса, наверняка бы схватила огурец и заточила. Во-первых, урожай богатый в этом году. Во-вторых, когда вы режете огурцы, даже самый равнодушный человек к огурцам вспоминает аромат, который разносится по всей квартире. Ну, как вспоминает? Он вспоминает, что аромат огурцов – это всегда вкусно. Поэтому тоненькими колечками я каждый день это делал. Реально, каждый божий день. Потому что домашние огурцы быстро просоленные – это нечто. Это вообще вкуснейшее блюдо. И тем более, если вы оставите на несколько дней, допустим, 3-4 дня, огурцы немножко подкиснут, появится совершенно другой вкус. Но я вас уверяю, это совершенно неплохо, а даже хорошо. Но мы сейчас о другом. Как сделать салат «Минутка» из свежих огурцов? Вот смотрите, вот «Минутку», а то и пяток «Минуток» приходится убить на то, чтобы нарезать огурцы. Это всегда самое сложное, потому что все остальное – просто ерунда. Все это отправляю в чашку. Можно взять стеклянную, можно взять лучше всего пластиковую или металлическую. Потому что я буду делать манипуляции, чтобы у нас, не дай бог, со стеклом ничего не случилось. Но, как вы уже поняли, я вообще пропагандирую только металлические чашки, потому что я езжу по городам и весям, занимаясь консультированием ресторанов. Здесь на канале я делаю простые, доступные бытовые рецепты, никакой высокой кухни. Хотя как-нибудь, наверное, в конце года, когда у меня будет побольше свободного времени, сейчас активность высокая, я, может быть, парочку рецептов каких-нибудь таких филиперсовых забабашу. Смотрите, в общем, вот пятаки у меня в чашке, все как есть. Дальше у меня тут пол пучка хорошего ароматного укропа. Начинаем с ножек, ну, со стебельков я имею в виду. Стебельки режем мелко. Нарезать их нужно мелко для того, чтобы вот этот аромат укропа сразу резко начал выделяться. Потому что в стеблях большое количество эфирных масел. Все это отправляем вот сюда. Дальше можно чуть крупнее уже листву порезать. Самое главное, что у нас должно быть реально много укропа. Реально много укропа. Причем моя мама, значит, еще умудряется в рассоле, который от этих огурцов остается, от съеденных, еще вторую партию замариновать. Так, что мы делаем дальше? Чеснок. Значит, здесь где-то 500 граммов огурцов. К ним я добавил 80 граммов укропа. И чеснок нужно добавить весь, который у меня тут сохранился. Раз зубчик, два зубчик и еще два зубчика. Но смотрите, они реально большие. То есть чеснока тоже не жалейте. 5 крупных зубчиков, 4-5 крупных зубчиков как раз сделают наши огурцы вкусными. Ведь главное правило, которого нужно придерживаться, огурцы очень любят чеснок и очень любят укроп. Все, остальных ингредиентов можно не добавлять. Вы знаете, на даче, на самой даче, прям не дома у мамы, а на даче я делал так. Я брал, ну, уже укроп переросший, поэтому я брал зонтики укропные свежие и добавлял их вот в этот маринад. И вы знаете, там получается немножко другой аромат. У зонтиков они как бы, он какой-то гипертрофированный, очень сильный аромат у зонтиков. Поэтому я, наверное, больше предпочту в следующий раз именно вот такую обычную зелень укропа, а не зонтики. Хотя, если вы на даче, и если у вас яркий аппетит, а на свежем воздухе всегда он яркий, то добавляйте зонтик. Это неплохо. Просто, знаете, некоторые люди не любят кинзу, а вот зонтики прям реально очень сильный аромат имеют. Вот. Теперь сюда нужно добавить соли. На полкило я добавляю где-то полстоловую ложку соли без горки. Ну вот, если ее распределить, она как раз тут будет примерно вот столовая ложка. Ну, может, чуть меньше. Не, не, нормально, без горки. Вот на полкило. Смотрите, я добавляю сюда столовую ложку. Не бойтесь переборщить по одной простой причине. Если вы добавите мало соли, сок огурцы дают, соль вся стекает вниз. Нужно тогда будет перемешивать и ждать, пока они просолятся. Когда вы даете соли чуть больше, тогда у вас есть вариант, если вдруг вы понимаете, что вы чуть-чуть пересолили, вы можете всегда добавить воды и смыть эту соль вниз. И проблем никаких вообще не будет. Но лучше, так знаете, на свое усмотрение и по своему опыту действовать. То есть вы же примерно представляете, если вы готовите, сколько соли нужно вам на этот объем огурцов. Теперь крышечкой закрыли. Пальчиками зажали. Трясем, 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 трясем. Перемешиваем в разные стороны. Буквально вот одну минуту. Почему салат называется минуткой? Видите? Они дали сок, они заблестели. Чеснок режьте всегда крупно, чтобы потом можно было выловить огурцы без чеснока. Сразу можно попробовать. Вот класс. Вы знаете, если они с таким количеством соли постоят какое-то время, то они могут так крепко просолиться. Но вы знаете, есть куча людей, которым не хватает соли, например. Которые любят соль. А потом, если вы хотите выпить рюмочку крепкого, то вот такие огурчики у вас должны быть крепко посолены. Потому что недосоленные, недостаточно хорошо ими закусывать водочку или полугар, или самогончик, там у кого что завалялось. Смотрите, огурцы готовы. Но я хочу еще сюда добавить томаты. Вот смотрите, у меня есть сезонные, классные, крутые помидорки. Это Узбекистан. Но у меня есть, конечно, вот еще, смотрите, на окошке такая корзиночка. Оп! Вот это домашние. Это тетя Ира у нас как раз. Она в сезон приезжает на рынок, и мы у нее покупаем. Очень крутые томаты. Смотрите, кривенькие, косенькие, все вот такие вот. Все разные-разные у нее. Всяких сортов полным-полно. Смотрите, какие-то розовые с такой попкой, с отсекой, желтые. Но это я, знаете, как гламурные помидоры, использую всегда вечером, на ужин. А это Узбекистан. Ярко-сладкие красные томаты. Их можно использовать в любое время суток. Ну, потому что это обычные, вообще, без проблем. Значит, смотрите, все кушают, все едят салат, минутка из огурцов, забывая о том, что это всего лишь огурцы. Если вы добавите сюда помидоры на самый низ, то, во-первых, соленость огурцов понизится. А во-вторых, вот этот укроп, аромат и сок, который будет стекать с огурцов на помидоры, он сделает еще и помидорки тоже, знаете, такими вкусными. Поэтому я предлагаю есть огурцы не просто как огурцы, а вместе с вкусными помидорами. Тем более, лето на дворе. Вы знаете, как хорошо, когда летом есть на рынке, на огороде, где угодно помидоры, огурцы, кабачки. И вот в это время нужно пользоваться всеми дарами, которые дает нам вот это прекрасное время года. Хотите, если вы, например, сделаете укроп не резанный, а просто будете рвать его, то у вас будут такие ветки. Я бы еще сюда веток укропа сверху фиганул. Но запомните, никогда не лейте масло, не портите вкус огурцов, чеснока, укропа. Тем более, когда помидорки летние, сладкие, ароматные, это все вместе будет просто великолепно. Я, кстати, это так и не попробовал. Класс! Они хрустящие, укроп, чеснок. Такое можно есть целыми днями, и вы не поправитесь. Это, кстати, едиотический рецепт в том числе. Пользуйтесь. Но если вы едите это на ночь, то не сыпьте соль немного, чуть-чуть совсем. Приятного аппетита, друзья! Я пошел руки мыть.